Это письмо завещания к сыну Юрию, написанное гвардией капитаном Масловским, политработники многих рот и батальонов, зачитывали бойцам перед боем. Оно публиковалось в десятках фронтовых газет, а в послевоенные годы вошло во многие документальные сборники, печаталось в журнале «Советский воин», в нескольких изданиях говорят погибшие герои. Что написано в этом письме и какой подвиг совершил его автор Гавриил Павлович Масловский в нашем сегодняшнем рассказе. В штаб 23-й гвардейской стрелковой дивизии поступило разведдонесение, что за линией фронта у деревни Хлебоедова находится крупный немецкий склад боеприпасов. Командование дивизии поставило задачу, во что бы то ни стало уничтожить этот склад. Было важно лишить врага боеприпасов в преддверии Новгородско-Лужской наступательной операции с целью окончательной деблокады Ленинграда. Погода стояла нелетная. Командование дивизии приняло решение провести наземную операцию силами диверсионного отряда. Задача была поручена начальнику штаба отдельного лыжного батальона, гвардии капитану Гавриилу Масловскому. Это был опытный и умелый командир. Гавриил Павлович был в армии с 37-го года, участвовал в советско-финской войне, а первый бой с фашистами принял в сентябре 41-го под Шлиссельбургом. Задание было непростое. Немцы берегли склад как зеница ока. Несколько рядов колючей проволоки, секретная сигнализация, заминированные подходы, замаскированные огневые точки, усиленные караулы. Один неосторожный шаг, малейшая оплошность любого бойца, могли привести к срыву задания. А это была операция без права на ошибку. Получив приказ, 4 января Масловский вернулся в свой батальон. В землянке при свете мигающей коптилки, он долго обдумывал предстоящую операцию и, наконец, решился написать письмо своему сыну Юрию. Последний раз он видел его в Нижнеудинске, в августе 41-го, перед отправкой на Ленинградский фронт. Туда к бабушке 9-летнего Юру привезла жена Масловского Полина, перед тем, как сама отправилась на фронт. Обращаясь к сыну Масловский писал. Но вот мой милый сын, мы больше не увидимся. Час назад я получил задание, выполняя которое живым не вернусь. Этого ты, мой малыш, не пугайся и не унывай. Гордись такой гордостью, с какой идет твой папа на смерть, не каждому доверенно умирать за родину. Приму все меры, чтобы это письмо переслали тебе, а ты с ним будь осторожнее, не пугай свою бабусю. Славному городу Ленина, колыбели революции грозит опасность. От выполнения моего задания, зависит его дальнейшее благополучие. Ради этого великого благополучия, буду выполнять задание до последнего вздоха, до последней капли крови. Отказаться от такого задания я не собирался, наоборот, горю желанием, как бы скорее приступить к выполнению. В ожидании машины роюсь в неугомонных мыслях, с молниеносной скоростью задаю сам себе вопросы и тут же даю ответ. Одним из первых вопросов будет такой. Какие силы помогают мне совершить мужественный поступок? Воинская дисциплина и партийный долг. Правильно говорят, от дисциплины до геройства один шаг. Это сын, запомни раз и навсегда. А пока есть время, надо отвинтить от кителя ордена, поцеловать их по своей гвардейской привычке. Рассказываю тебе обо всем подробно, хочу, чтобы ты знал, кто был твой отец, как и за что отдал жизнь. Вырастешь большим, осмыслишь, будешь дорожить родиной. У меня есть сын. Жизнь моя продолжается, вот почему мне легко умереть. Я знаю, что там, в глубоком тылу, живет и растет наследник моего духа, сердца, чувства. Я умираю и вижу свое продолжение. Сын, ты в каждом письме просил и ждал моего возвращения домой с фронта. Без обмана, его больше не жди и не огорчайся, ты не один. При жизни нам, сынка, мало пришлось жить вместе, но я на расстоянии любил тебя и жил только тобой. Вот и сейчас думается, хоть я буду мертвой, но сердце продолжает жить тобой, даже смерть не вытеснит тебя из моего скупого сердца. В своем прощальном письме прошу командования определить сына воспитанником Суворовского военного училища, желательно в Ленинградскую область, это для того, чтобы он мог посетить Подорский район, Сокольский сельсовет, потому что возле деревни Хлебоедова, закончит жизненный путь его отец. Прощай, мой сын, прощай, дорогая жена. Поля, Юра, жена, сын. Радость вы моя, кровь моя, жизнь моя. Люблю, люблю до последней капли крови. Выполняйте мое завещание. Целую, искренне любящий Гавриил. На подготовку операции командование отвело всего неделю. Немцы уже начали вывозить боеприпасы со склада, поэтому медлить было нельзя. Масловский лично отобрал самых опытных бойцов, в каждом из которых был уверен. По разным данным, в группу вошло от 10 до 13 человек. До начала операции он со своими бойцами несколько раз переходил линию фронта, изучая расположение склада, подходы и огневые точки. Ранним утром 12 января группа Масловского вышла на задание. До линии фронта бойцы добрались на полуторки, везя в кузове грузовика приготовленную взрывчатку. Дальше пешком, через лес, подорские болота и январскую метель, неся на своих плечах взрывчатку. План был такой. Отряд разделяется на группы, одна проводит налет на огневые точки и часовых противника, в это же время саперы разминируют подступы, делают проходы в заграждениях из колючей проволоки. Дерзкий и неожиданный налет должен породить суматоху в рядах противника. Пользуясь ей, капитан Масловский, лейтенант Вялков и рядовой Сапожников, со взрывчаткой проникают на склад. А дальше дело умелых рук. Отчаянная операция началась по условленному сигналу. Каждый четко и бесстрашно выполнял свою роль. Проваливаясь в снегу, Масловский и двое бойцов волокли взрывчатку. Когда до склада оставалось совсем близко, командир приказал Вялкову и Сапожникову передать ему всю взрывчатку, а самим укрыться в траншее. Масловский умел беречь своих подчиненных. Успех дела решали секунды, потому он решил в склад идти один, а чтобы ускорить взрыв укоротил шнур. Чтобы никто и ничто не помешало ему произойти. Это решение он принял давно, еще в минуты раздумий над планом операции, только никому не высказывал его вслух. Через несколько минут раздался мощнейший взрыв, земля вздрогнула и все вокруг окутало густым едким дымом. Все. Задание выполнено. Письмо капитана Масловского, товарищи переслали его сыну Юрию, который в 52-м году окончил Свердловское Суворовское училище, а затем военное автотракторное училище и стал офицером советской армии, как завещал отец.